Всем привет, ребята, с вами снова я, Маша, и сегодня у нас супер-пупер-мега распаковка, но прежде чем мы начнем, пожалуйста, поздоровайтесь с ним. Всем привет, ребята, с вами Баксик, мне как-то балка, поэтому я, да фу, громко, простите. Также с нами Фунтик, но он прячется где-то там, его, наверное, не видно, может быть, вам видно, но он здесь, кайфует, короче, пацан. И сегодня мы, наконец-таки, с вами распакуем летние крастибоксы от меня, от Маши Зум. Вообще, тут такая интересная тема, вы мне многие писали, что Маша, класс, у тебя появились летние крастибоксы. Так, не понял сейчас, сейчас не понял, секунду. Короче говоря, как-то так получилось, что летние крастибоксы начали продаваться чуть раньше, чем они до меня дошли, и кто-то из вас даже их успел купить, что, конечно же, очень прикольно. Но 99% моих зрителей даже не в курсе, что я выпустила летние крастибоксы, потому что сейчас их даже нет на сайте. Итак, дорогие друзья, мне тут пришла информация от Дениса, что мои крастибоксы будут продаваться только на Wildberries. То есть, на официальном сайте крастибокс их нельзя купить, и на озон их тоже купить нельзя, только будут продаваться на Wildberries. Это очень важно, чтобы вы знали. Раньше мои крастибоксы продавались в основном только на официальном сайте крастибокс, но поскольку сейчас они вышли на разные маркетплейсы, то вот на Wildberries будут наши летние крастибоксики. Это я сейчас начала считать уже вроде как шестая наша коллаборация с крастибоксом. У меня есть три крастибокса MashaZoom, один новогодний крастибокс и один крастибокс Дружные мопсы, ну то есть с моими мопсиками. И вот это уже шестая у нас коллаборейшнс. Круто, да? Это очень классно. Пишите в комментариях, заказывали ли вы хотя бы какой-нибудь из крастибоксов. Может быть мой первый, может быть второй, может быть третий, может быть собачка, может быть новогодний крастибокс. Ну и сегодня я вам покажу, что же вышло в летний крастибокс. Я вам не анонсировала то, что он будет, потому что у меня его не было на руках, а я никогда не делаю это, когда у меня чего-то нет на руках. Вот он приехал, и сейчас я вам могу об этом рассказать. Здесь лежат две коробочки летних крастибоксов, так что давайте уже открывать. Вот эту коробочку я пока что уберу сюда, а вот эту давайте-ка мы с вами откроем. Кстати, зацените, пожалуйста, фон. Мы специально снимаем на улице, чтобы было красиво и необычно. Чтобы потом, когда зимой мы включили это видео, посмотрели, как было классно и тепло. И, внимание, барабанная дробь. Та-дам! Как вы понимаете, я тоже его вижу первый раз, потому что для меня это волнительно. Ой, как прикольно! Я даже не видела, ребята, вот эту аватарку, какая будет на этот раз на Красти Бог. Сейчас на словом говорю, только как бы наполнение согласовывала. Итак, летний от Маши Зум Красти Боксик. Ну, понимаете, летний Красти Бокс от Маши Зум. Выглядит, мне очень даже нравится как. Он такой увесистый, мне это очень нравится. Ну что, давайте смотреть, что же у нас тут вошло в летний Красти Бокс. Распаковка. Та-дам! Ну, конечно же, мне кажется, их уже нужно поменять. Но пока что вот так вот. Вот такие вот открыточки с моим автографом Маша Зум. Дальше вот такие наклеечки. Тоже как бы Маша Зум. Я уже подумала, что у нас ворота открываются. Я думаю, что в следующий раз, когда мы будем выпускать Бокс, мы это все заменим. Но для тех ребят, кто еще ни разу не заказывал Красти Бокс, это до сих пор актуально. Можете сейчас заказать, у вас тут будут мои фоточки. Фунтика не хватает, а что-то упущение. Ну и тут уже начинается самое интересное. Тут полностью все поменялось и с новогодним вообще никак не пересекается. Итак, первое, что у нас тут есть, это вот такой вот ежедневник с очень мотивирующей фразой. Я могу все. Он желтого цвета. Он такой, знаете, не просто желтый, а какой-то желтый с подтоном, то ли зеленого, то ли какого-то другого оттенка. Мне очень нравится. И самое главное, что ярпись. Ярпись. Новое слово придумала. Надпись яркая. Получается ярпись. Мой мозг просто скомковывает слова, чтобы я быстрее вам что-то рассказала. Яркая надпись розового цвета моего самого любимого. Я обожаю такое сочетание. Желтого и розового, по-моему, смотрится очень круто. Распаковываем. Это из смешбук. Смешбук с раскраской. Интересно, что там будет. Ага, красиво, капец. Личный дневник. Имя, фамилия, телефон. Пипец, так круто. Можно летом внести такой дневничок. Жаль, что только июль. Как у вас вообще лето проходит? Напишите, пожалуйста, в комментариях. У меня оно слишком как-то быстро проходит. Вот слишком. Уже середина июля. То есть полтора месяца прошло, а полтора месяца еще впереди. За эти полтора месяца лета мы успели сходить на рыбалку. Немножко успели сходить на какой-то там музыкальный фестиваль. Там на два часа. И то ничего не видели. Съездили на базу. Ну, в общем, пожили в домике на дереве. Съездили второй раз на рыбалку? Съездили второй раз на рыбалку. Но об этом вы не знаете. Да, кстати, точно. Ездили еще раз на рыбалку уже днем, но мы ничего не поймали. Я покупалась в бассейне вчера. Спойлерну. Вдруг еще видео не вышло. Спойлерить не буду. Но да, мы установили дома бассейн, и я в нем вчера искупалась. В принципе, мне кажется, все из каких-то летних дел. Ну, как бы лежали на... Гамаках. Лежали на гамаках. Да, все верно. Я загорела немножко. Это даже не автозагар, представляете? Это мой личный загар. Так что, мне кажется, все супер классно. Лето проходит хорошо. Итак, давайте смотреть, что же тут внутри. Тут как бы листочки в точечку. Он сто раз говорил, что мне очень нравится. И при этом они чередуются с вот такими картинками. Они немножко антистресс. Ой, какие красивые. Мама миа. Это своего рода забава. Ну, это реально забава. Я очень люблю такое раскрашить. У меня даже в тумбочку перед кроватью лежит подобный смежбук. Теперь будет новый смежбук. Ой, тут еще дома есть. Это очень круто. Смотрите, даже есть абстракции. Я не видела этого вживого. Я вам сразу честно говорю. Поэтому я не знала конкретно, какие здесь будут рисунки. Очень красиво. Я очень рада, что мы его выбрали. Действительно, очень крутой ежедневник. Не ежедневник, смежбук. Фотоаппарат даже есть. Очень круто. В какие-нибудь дождливые дни будет чем заняться. Можно написать свои мысли и пораскрашивать все эти замечательные картинки. И круто, что картинки все разные. Пока что не вижу ни одной повторяющейся. Есть как цветы, есть как различная архитектура. Также есть и всякие абстракционные картинки. Вы сами видели. Даже розы есть. Вроде бы легкая картинка, но я думаю, она будет сложновата в раскрашивании. Чтобы это было красиво. Буду оценивать каждый товар из своего крестибокса по пятибанешкой летом. И оставлю пять с пяти. Мне очень нравится. Далее у нас с вами очень красивая бутылочка. Она пластиковая. Сразу объясню, почему. Чтобы не разбилась. Потому что у меня есть стеклянные бутылочки. И они могут разбиться. Особенно летом. Знаете ли, если ее куда-нибудь в велосипед положил, она выпала и все. Поэтому мы выбрали такую пластиковую. На ней написано Today is a fruit day. И нарисованы клубнички. Ну понимаете, сегодня фруктовый день. Можно сделать какой-нибудь коктейльчик. Нарезать ягод, фруктов. И залить все водичкой. Минералкой или, если вы любите, что послаще, газировкой. Я хочу налить сюда уже водичку. У нас есть дома абрикосы и яблоки. Ой, с клубникой вообще у нас дела не очень. Рассказывать в этом видео не буду. Я так уже в двух вам рассказывала. Не знаю, вышли они еще или нет. Ну в общем, мы чуть не траванулись клубникой. Купили ее у бабушки. Так что лучше покупать клубнику в магазине. Идем дальше. Следующий. А, подожди. Ну это, конечно, пять из пяти. Ну, само собой. Далее это мороженица. Специальные формочки для мороженого. Но они не простые. Они с единорожками. Вернее, палочки с единорожками. Розовая единорожка. Зеленая единорожка. Фиолетовая единорожка. И бежевая единорожка. Можно сделать всякие разные фруктовые ледики. Или реально мороженое на всю компанию. Или себе одной. И все четыре сожрать. Почему нет? Тема классная. Сейчас бабахнусь. Да. Денис сейчас походу реально будет делать. Можно просто соки морозить. И очень классно утоляет жажду в жару. Но будьте аккуратны. Сильно холодная. Как бы не нужно им переусердствовать. Я это знаю. Ну и вот пять из пяти. Дальше у нас с вами блокнотик. Ему я сразу ставлю четыре и пять из пяти. Потому что она опять-таки не новая. Но тем не менее. Мне он очень нравится. Просто не знаю какую фотографию выбрать. Чтобы сделать там допустим новый блокнотик. Или новые носочки. Но этот блокнот реально пушка. Фотография класс. Класс. Качество печати. Вернее. Ее отсутствие на листах всяких линий. Тоже класс. То есть они белые. Это супер удобно. Следующий товар. Это у нас подставочка по телефону. В форме котика. Она желтенькая. Максимально летняя. Надеюсь я ее правильно собрала. Потому что у меня всегда с ними проблемы. Но это точно правильно собрала. Собирайте такую подставку и смотрите меня на ютюбе. Ну или не на ютюбе. Хотя я больше никогда не снимаю. Так что смотрите меня на ютюбе. Но это опять-таки вещь максимально полезная. Подтверждаю. Очень классная подставка. Вообще-то я тоже хотел выпустить летний Кластебокс. Но мне сказали нельзя. А я такой в смысле нельзя. Я вообще-то Баксик взял. Мне все можно. Ну говорят потом. Зимой выпустись. Я говорю ну ладно. Сделаем фотосессию мне и выпустим. Халафо. Ребят, забивайте под эти видео 25 тысяч лайков. Чтобы мы с Пунтиком выпустили новый Кластебокс. Йоу-йоу-йоу. Короче говоря, на что лает Баксик. Денис, на спойлерни. У нас там новый обитатель. Его Гриша зовут. И они на него лают. Ну вообще-то там Гриша. Он очень большой. Он больше меня. Он огромный. И они лают на Гришу. Не понимаю почему. Ребятушки, всем привет. Маша так давно не видео не снимала со мной. Вообще уже обалдела. Скажите ей, чтобы она лолики снимала чаще. А то она все. Ой, голова болит. Ой, устала. А я хочу видео сниматься и по чаще. Я вас так люблю. Смотрите, тут какая красивая вечериночка розовая. На самом деле по наполнению там уже все а-ля Улю. Я не стала добавлять никакие вкусняшки, ничего такого. Потому что не могут испортиться. Потому что все-таки жарко. Я не говорю, что какое-то хранение где-то плохое. Просто я реально не стала рисковать. Ну мало ли что, да? Окей. А теперь давайте смотреть, что у нас здесь. Здесь я вообще не знаю, что такое. Это подарок-сюрприз. Как и вы для меня, почему-то громко дышите. Вам жарко. Это трэш, ребята. Вы, наверное, меня вообще не слышите. Подарок-сюрприз у всех всегда разный. Тут может быть как всякие разные прикольные брелочки. Тут могут быть всякие разные игрушки. Маски там для сна. Носки могут быть. Канцелярия. Всегда все разное. Даже пеналы. Смотрим, что тут. Тут что-то мягкое и большое. Вам тоже интересно? Ну давайте. О, такого у меня еще точно не было. Нам попадается пенал. Какой же он красивый. Там какие-то корейские милашки. Написано «Мами Гома». «Мами Гома»? Что же такое? Наверное, не на английском даже. Вот, посмотрите. Очень большой пенал или косметичка. Хорошего качества. Очень приятный. Фунтика его понюхала. Я его тоже понюхала. Он пахнет, как надувная игрушка. Прикольно. По летнему как раз таки. Прикиньте, вот такие Красти Бокс. Заказывайте, а у вас еще вот в придачу. Ну, в принципе, все нормально. Если Баксик уснул на столе, значит все просто прекрасно. Да Бакс! Если вас заинтересовал мой Красти Бокс, или вы просто хотите нас поддержать, покупочка этого Красти Бокса, то я буду очень рада. Переходите по ссылке в описании и заказывайте. Еще раз повторяю, продается только на Wildberries. Это очень удобно, да. Пунктов выдачи Wildberries просто огромное количество. Мне, честно говоря, неудобно. У меня пункт Wildberries только в городе. Мне нужно полчаса туда ехать. Но люди, кто в городе живут, вот на каждом шугоди Wildberries, на каждом. Так что очень удобно реально заказывать. Но мне надо ехать. Ну, я бы ради такого съездила, как бы, да. Собирайте 25 тысяч лайков, и мы будем думать над тем, какой Красти Бокс сделать для вас в следующий раз. Я хочу какой-нибудь прям суперновку сделать, все обновить. Но это в моих мечтах, конечно. Также, пожалуйста, следите за моим Телеграмом, подписывайтесь на него. Я надеюсь, что в ближайшее время, не знаю когда, но, может быть, я устрою какой-нибудь проект с сюрпризом, где буду что-нибудь прятать у себя в городе, типа Красти Боксов, пока тепло и пока у вас каникулы, это можно реализовать. Я очень надеюсь, что у меня все получится, так что подписывайтесь на Телеграм и следите там за обновлениями. И заказывайте Красти Боксов. Ну, а на этом все. Все вам показала, и всем пока!